В этот день, 25 июля, нового стиля православный чествует преподобного Арсения Новгородского. Душа будущего святого всегда тянулась к неземному. Был он из простой семьи Кожевника, кого мать буквально силой заставила жениться. Но, как сказано в «Житьи», как некогда Авраам оставил дом родительский, чтобы идти странникам на зов Божий, так и сей блаженный юноша оставил все свое. Преподобный Арсений бежал от суетной жизни в Великий Новгород, принял постриг. Он стал основателем монастыря Арсеньевского, ныне упраздненного. Его ум был постоянно занят молитвой, сопровождавшейся благодатным даром слез. В последние годы земной жизни преподобный Арсений жил в затворе в своем монастыре. Узнал о необыкновенном человеке однажды и царь Иван Грозный. Было это в 1570 году. Государь был в тот момент в Новгороде не из простой праздности или любопытства. Он совершал знаменитый кровавый опричный поход, после которого запытал и вырезал до трети великого города. Послал к святому Арсению с дарами, но тот их не принял со словами «Многие неповинные души послал ты в Царство Небесное». Мало кто мог ответить так страшному правителю. В том же году преподобный умер уважаемый и любимый во всей новгородской земле. В этот день 25 июля родились Василий Шукшин, известный писатель-деревенщик, кинорежиссер. Николай Муравьев Карский, боевой генерал. Николай Муравьев – ветеран Бородинской битвы заграничного похода. Он имел чуткое нежное сердце. Поэтому, когда ему отказали в предложении руки и сердца, он в 1816 году уехал на Кавказ. Подальше от столиц под начальство знаменитого генерала Ермолова. Здесь зародилась его настоящая слава. Николай Муравьев изучал языки и брался за отчаянные мероприятия. Совершил опасные путешествия в земли Туркмен. Прославился как географ, как дипломат, потом как военный. Турецкую крупную крепость Карс первый раз Муравьев брал в 1828 году. В Крымскую войну он был уже почтенным генералом. И в 1855 году его, как уже признанного специалиста по Карсу, направили под те же стены. И он повторил подвиг после долгой осады. Была это последняя крупная победа русского оружия в ту войну. Николай Муравьев получил почетное прозвание Карского. В этот день, 25 июля 1723 года, Петр I подписал указ о запрете по отношению чиновникам, то есть официально отменил взятки. 25 июля 1826 года в Петербурге была совершена казнь лидеров восстания декабристов Пестеля, Рылеева, Муравьева, апостола, Каховского, Бестужева, Рюмна. 25 июля 1878 года швед Норденшельд начал путешествия по поиску так называемого Северного пути вдоль берега России. Экспедиция щедро оплачивалась и российскими предпринимателями, в частности, и знаменитым купцом Сибиряковым. 25 июля 1120 года начался новый этап наступления Белой армии генерала Врангеля в Северной Таврии. В Северной Таврии исторически называли обширные степные пространства между Крымом и Днепром. Здесь разыгрались одни из последних боев гражданской войны на юге России. За полгода до того Белой армии, казалось, пришел конец. Ее остатки укрылись в Крыму. Подал в отставку Деникин. Его место занял знаменитый черный барон Врангель. Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка, который потянул бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа. В Крыму Врангель взялся строить альтернативу Советской России. Снова сбил части в боеспособную силу, провел ряд важных реформ. Но Крым не мог прокормить миллионов человек, запертых в нем. А тут в Северной Таврии созрел первый хлеб. А тут Красная Армия отвлеклась на войну с Польшей. Поэтому в июне 1920 года Белая Армия снова перешла в наступление. Операция проходила успешно. Была разбита 13-я Советская Армия. Потом крупная конная группа жлобы. Это вызвало в Москве панику. Врангель уже угрожал Александровску, ныне Запорожье. 16 июля спешно была организована 2-я Конная Армия. Первая во главе с Буденом воевала тогда в Польше. На 25-26 июля пришлись самые яростные бои. Встречное сражение, огромных масс людей, коней. Хотя Белых было в несколько раз меньше, фронт снова дал трещину. К тому же пришли новости о том, что снова заколебалось казачье население. Ленин писал, в связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность Врангеля становится громадной. Тем временем Врангель уже подумывал ударить в сторону Донбасса. Там и наступит развязка этих событий. 25 июля 1984 года состоялся первый выход женщины в открытый космос Светланы Савицкой. Таким был этот день 25 июля.